Инфаркт. Причины, профилактика и лечение инфаркта миокарда и ишемической болезни сердца. Здравствуйте, уважаемые зрители. Те, кто хочет знать, а не верить, кто желает понять свой организм, кому интересно узнать, как не допустить болезнь и, если она уже есть, вылечить ее раз и навсегда. Сегодня вы узнаете, каковы причины инфарктов и, кстати, инсультов тоже, почему современные врачи не знают и не понимают эти причины, и одну главную среди них причину этих болезней. Но врачи прошлого знали и успешно лечили. Вы поймете все сами, то есть в саму логику этого процесса. И обязательно, и подробно я расскажу, как предотвратить инфаркт миокарда, как не допустить его впоследствии, и как, пройдя реабилитацию после перенесенного инфаркта, правильно укрепить не только сердце, но и весь организм. Как вылечить артериальную гипертензию и ишемическую болезнь сердца. Слушайте полностью от и до и думайте. Данная моя лекция жизненно важна не только пожилым, но и совсем молодым людям. Почему? Послушайте внимательно полностью и поймете. Это очень важная лекция. Кардиологи считают, что причины ишемической болезни сердца и ее проявления, такие как стенокардия, аритмия, инфаркты миокарда, это следствие засорения, то есть зарастания, коронарных, то есть снабжающих само сердце, артерий и артериол, атеросклеротическими бляшками, ну то есть атеросклероз, возникающие с годами из-за накопления плохого холестерина, то есть низкой плотности на сосудах внутренних. Это действительно причина, одна из причин, но все же характерная, как правило, для людей пожилого возраста, хотя и эта причина тоже молодеет в современном обществе в связи с неадекватным образом жизни, питанием и иными факторами. Да, это одна из причин, как еще одна причина в том, что это может быть нарастание, уплотнение коллагеном стенокартерии из большого потребления животных белков, так называемых, ну то есть мяса, молока и прочих. И тем самым происходит сужение просвета сосудов и как следствие ухудшение кровотока и поднятие кровяного давления, а также снижение эластичности сосудов из-за вышеперечисленных факторов и недостатка некоторых необходимых питательных элементов, веществ, например, пикногенола. Следующая проблема – повреждение кровеносных сосудов. Дело в том, что гомоцистеин сам по себе разрушает эндотелии кровеносных сосудов, то есть защитные внутренние оболочки сосудов. Сосуд повреждается, так образуются воспаления и в местах повреждений откладывается холестерин для защиты этих участков сосудов от еще больших повреждений. Так образуются тромбы. К чему приводит тромбообразование, полагаю, вы сами прекрасно понимаете. Это возможные инсульты и инфаркты. И не только они. Подробно об этих факторах вы можете узнать и понять, посмотрев мою большую лекцию по кровеносной и кровотворной системам организма. Но скажите себе сами, вы слышали об инфарктах в 40 и даже 30 лет? Да? Ну, разумеется, да. А теперь скажите себе, все эти молодые люди имели атеросклеротические бляшки, перекрывающие просвет сосудов? Нет, далеко не все имели. О чем есть объективные патологоанатомические исследования? А инфаркты есть и были, и они тоже молодые с каждым десятилетием, вместе с умершими от них молодыми людьми. Значит, есть другие причины? Конечно, есть. Вот о такой самой главной причине я сейчас расскажу вам. Почти никто этого не знает. Не только обычные люди, но и врачи. И это страшно и прискорбно. Информация, которую вы сейчас услышите, спасет сотни тысяч людей. Если только люди эту мою лекцию послушают до конца, переслушают заново обязательно, запишут тезисы, поймут услышанное, учтут мои советы и будут выполнять эти рекомендации, если изменят свою жизнь к лучшему. Если вы, дорогие друзья, поможете мне в распространении этой моей лекции в соцсетях, на каналах блогеров и так далее, то есть донесете ее до своих близких и знакомых. Итак, неопровержимым доказательством того, что главная причина ишемической болезни сердца и инфарктов, как следствие ишемической болезни сердца, это не атеросклероз, а постоянное сужение артерий и артериол в результате спазмирования мышц, окружающих эти спазмированные артерии. И возникающая хроническая ишемия, то есть кислородное голодание участков миокарда, приводящее к инфаркту миокарда, является всем известное лекарство от стенокардии нитроглицерин и его аналоги. Это лекарство только, то есть всего лишь, расширяет спазмированные суженные сосуды и микрососуды, и тем самым уменьшает нагрузку на сердце до 2-3 раз. Расширив просвет сосудов, стенокардия отступает на время, пока неустраненная причина этого сужения, этих сосудов, не возьмет вверх вновь, и сосуды снова спазмируя, вызовут новые симптомы приступа стенокардии. Потому нитроглицерин не лекарство, а по сути просто средство скорой помощи. А теперь особое внимание. Послушайте краткий тезис и способие для врачей. Машковской. Лекарственные средства. Том 1. Страница 376. Издание. 2002 года. Под влиянием нитроглицерина уменьшается периферическое сосудистое сопротивление. В результате происходит разгрузка миокарда. Уменьшается его напряжение по преодолению сопротивления выбросу крови. Снижается потребность миокарды в кислороде и энергетические затраты сердца. Снижение напряжения на миокард способствует перераспределению кровотока в миокарде в пользу очага ишемии, то есть очага кислородного голодания. Наряду с уменьшением ишемии постепенно исчезает болевая импульсация от ишемического очага и прекращается болевой синдром. Вывод просто ясен. Главная причина ишемической болезни сердца не в самом сердце и не в питающих его сосудах, а в мелких артериальных сосудах, артериях и артериолах, находящихся преимущественно брюшной полости, а также питающих само сердце, которые в результате сдавливания, спазмирования мышцами этих сосудов сужают просвет самих сосудов, уменьшая снабжение сердца кислородом и провоцируя поднятие головным мозгом артериального давления и перегрузки в работе сердца. А ведь даже при серьезном атеросклерозе можно избежать операцию по аортокоронарному шунтированию сердца, о чем говорил еще всемирно известный профессор Дебейки, всего лишь снизив нагрузку на миокард сердца путем расширения сосуда брюшной полости и самого миокарда. И тогда увеличивается пропускная способность для крови коронарных артерий, то есть артерий, питающих миокард, то есть сердечную мышцу, которая потребляет самое большое количество кислорода, помимо головного мозга, в нашем организме. Если убрать эти факторы, которые провоцируют спазмирование сосудов, то постепенно наладится и кровоток всех внутренних органов, в первую очередь органов малого таза, почек, печени, железо-внутренней секреции и кровоток самих крупных артерий, и тогда такое улучшение работы этих и других органов и тканей приведет к приостановке развития атеросклероза, а изменение питания, переход на естественное, живое, видовое человеческое питание приведет со временем к полному очищению сосудов и растворению атеросклеротических бляжек. Смотрите обязательно мою полную лекцию «9 причин болезни» и обязательно лекцию о кровеносной системе. Но почему сосуды пережимаются спазмами мышц, их опоясывающих? От чего мышцы спазмируют? То есть по каким причинам происходит гипертония, то есть дословно гипертонус или спазм мышц? Кратко поясню сейчас, следите за логикой мысли. Итак, врачи-кардиологи так и не понимают причины всех инфарктов, и я сейчас приведу вам полную аналогию с главной мыслью в моей второй лекции по гипертонии. Я говорю о якобы эссенциальных, то есть беспричинных инфарктов по аналогии с эссенциальной артериальной гипертензией, о причинах, которые врачи не знают и не желают изучать, да еще и потому, что плохо знают общую физиологию человека и биохимию и другие смежные науки, а просто и порой цинично констатируют факту больного, случившегося инфаркта. И все, до свидания. Вы можете сказать «инфаркт из-за стрессов» и будете отчасти правы. Правда, не понимая саму логистику причинно-следственных связей случившегося, но их знать очень важно, необходимо, потому я вам сейчас об этом и расскажу, об этих взаимосвязях подробно. И для того, чтобы кратко и понятно пояснить, что же происходит с сердцем при стрессах, я напомню выжимку самого главного, что я досконально объяснял в своей лекции по артериальной гипертензии, по гипертонической болезни. Итак, гипертония – это не болезнь, это не повышение артериального давления, а это гипертонус мышц, то есть спазм мышц. И этот процесс контролируется нервной системой. Артериальная гипертензия – это повышение артериального давления вследствие гипертонии, то есть спазмирования, сжатия гладкой мускулатурой, опоясывающей артерии, артериолы и сужение просвета этих сосудов, как следствие спазмирования мышц. Итак, артериальная гипертензия это синдром, который указывает на недостаточность кровотока в каких-то органах и тканях. В первую очередь в головном мозге и во вторую очередь в миокарде сердца. И этот факт указывает на перегрузку в работе сердечной мышцы, на потенциально быстрый износ сердца. Физиологическая причина самой гипертонии, то есть спазмирования мышц, это снижение концентрации в артериальной крови ниже нормы содержания СО2, ну то есть углекислого газа. В результате отрицательных и неотвратимых последствий стрессов организма, не находящих естественной в природе разрядки у человека в виде бега, в виде тяжелой физической работы по причине тотальной гиподинамии в современной жизни. Еще в 60-х годах при подготовке к полетам космонавтов, ученым-физиологам, академикам Агджаньянам и его коллегами из Института авиационной и космической медицины ВВС, было сделано в результате многочисленных экспериментов наиважнейшее открытие. Была выявлена основная причина сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, одна из причин разрушения преждевременного старения всего организма. И это, дорогие друзья, гипокапнемия. Запомните этот термин. Гипокапнемия – это дефицит в артериальной крови углекислого газа, его недостаток. Возникающие следствия продолжительной гиподинамии, то есть недостатка физических нагрузок. А также из-за стрессов и приводят, приводящие к спазмированию микрососудистых сетей кровеносной системы нашего организма, к кислородному голоданию тканей. И в контексте нашей темы к инфаркту миокарда, к 95% случаев всех инфарктов, происходящих с людьми на всей планете. Слушайте самое важное далее. Не забывайте, дорогие товарищи, что у меня есть второй канал «Жизнь на Земле». И если кому-то будет это интересно, подписывайтесь на него. Также у меня есть объявление о трудовых вакансиях в моё хозяйство в Пушкинских горах. Ссылка будет в описании под этим видео. И ещё одно маленькое объявление моё. Я продаю заповедник, ну, скажем, я так называю территорию. Это порядка 200 гектар, находящихся в Псковской области, с двумя озёрами ледникового происхождения. Уникальная, красивейшая территория, находящаяся в окружении других озёр. Это Русская Карелия, среднерусская, так называют её Псковская. Уникальные земли, огромные перспективы, возможности. Ну, а кто захочет, ссылочка на маленькое данное видео и текстовую информацию будет под этим видео в описании. Продаю заповедник. И последнее, потому что это не все знают, на ярмарке мы больше никакие не ездим и наши товары не вывозим. Поэтому, дорогие друзья, всё заказывайте только на нашем единственном официальном сайте nadgard.ru. И вся информация, которая указана на сайте, точная. А там, если что есть, переход на второй наш сайт. Артериальная гипертензия приводит к нарушению кровообращения тканей и органов. Ещё одна проблема, исходящая от гипертонии, это двух-трёхкратная перегрузка сердечной мышцы, следствие необходимости работать с двойной и тройной нагрузкой из-за спазмирования мышцами сосудов. И необходимостью сердца в этой связи качать кровь под большим давлением, так как тканям и органам всегда необходимо определённое количество кислорода для клеточного дыхания. А при спазмах сосудов кровоток замедляется, кислород до клеток всех органов и тканей поступает в меньшем количестве и медленнее, чем должно. Недостаток кровоснабжения и кислородное голодание приводят к нарушению обмена веществ в организме, к множеству заболеваний, и к инсультам, и к инфарктам по ишемическому типу. Вот мозг и заставляет сердце быстрее и сильнее сокращаться, чтобы поднять во всём русле кровяное давление для компенсации потерь доставки кислорода тканям из-за спазмированных пережатых сосудов. И потому эта перегрузка сердца физически, как и поднятие артериального давления, необходимо в данное время, хотя и также вредна в отдалённом времени, поскольку происходит более быстрый его износ, уменьшение ресурса сердца, его жизненного потенциала. Вот почему мозг через насос крови, то есть сердца, и поднимает артериальное давление, чтобы не случилось скорое и неизбежное, неотвратимое ишемия мозга и самого миокарда, то есть для предотвращения инфаркта и гибели всего организма. И все эти процессы логичны и контролируются именно головным мозгом, который находится в перевозбуждении от двух возможных причин. Не считая попадания в организм извне каких-либо возбуждающих неестественных веществ, вроде алкоголя, табака и иных ядов и токсинов, которые разумный человек использовать, потреблять не должен никогда. И вот вам эти две реальные причины. Первая – это наличие стресса с выбросом в кровь, естественно. Гормон адреналина, который резко заставляет мышцы сосудов спазмировать. И вот вам следствие такого спазма мышц – пережатые сосуды. И вторая причина – это снижение концентрации углекислого газа в крови ниже 5,5%. В результате гиподинамии избыточного дыхания, то есть гипервентиляции легких, когда норма углекислого газа, держащего сосуды в естественном тонусе, снижается ниже 5,5%, так как углекислый газ просто не задерживается в крови выше 4-5% при таком дыхании, что и приводит к спазмированию сосудов со всеми вытекающими последствиями. Единственный верный способ предотвратить и вылечить ишемическую болезнь сердца, значит предотвратить инсульты, инфаркты и полностью реабилитироваться после перенесенных инфарктов и инсультов, кстати, это восстановить утраченные с молоду способности организма поддерживать природно запрограммированную необходимую концентрацию углекислого газа в крови на уровне 6-6,5%. Несколько слов о беге. Да, бег может помочь относительно здоровым людям, так как при беге, несмотря на учащающееся сердцебиение и дыхание, концентрация углекислого газа в крови возрастает. Именно потому при беге и хочется чаще и глубже дышать, чтобы требуемого кислорода в тканях было больше, то есть было столько, сколько нужно, сколько требуется, а излишний углекислый газ вывести из организма в результате ускоряющихся прибеги обменных процессов и клеточного дыхания. Углекислого газа из межклеточного пространства миллиардов клеток нашего организма выделяется столько, что даже при интенсивном дыхании в результате быстрого газообмена и выведения его, то есть углекислого газа из организма, через легкие с выдохом, его концентрация в крови все равно поднимается выше значений, нежели в прежнем обычном спокойном состоянии. При постоянных подобных нагрузках постепенно нормализуется мод до 3-4 литра в минуту и концентрация СО2 поднимается до 5-6%, даже в спокойном состоянии держится в этих пределах уже весь день. Потому проходят и одышки, и аритмия. У людей, ведущих малоподвижный образ жизни, у пожилых людей, кто уже не может выполнять интенсивные и постоянные физические работы, какие выполняли наши предки в деревнях, на земле, до самой глубокой старости. Потребности в кислороде не растут с годами, но растет объем дыхания, и порой мод, то есть минимальный объем дыхания, возрастает с естественных 3-5 литра в минуту до 8-12 литра в минуту в спокойном-то состоянии, что и приводит к снижению концентрации СО2 в крови до неприемлемых 4%, так как углекислый газ просто не успевает задерживаться в крови при такой гипервентиляции. Так вот, бег не менее 5-7 километров в день лучше до 2-3 раз в день. И активный образ жизни действительно могут помочь постепенно, без особого насилия над собой, раскачать все системы организма и постепенно, через несколько месяцев или год-два ежедневного бега, нормализовать естественный, должный газообмен и, как следствие, обменные процессы в организме. А при потоотделении из организма еще и выделяются вредные токсические вещества, что в свою очередь помогает работе почек. Из-за активных мышечных сокращений во время того же бега всего организма улучшается работа лимфатической системы, что приводит к еще более лучшему и скорому очищению организма от ядовитых токсичных соединений, накапливаемых и слабо выводимых из организма в период малоподвижного образа жизни, когда все выделительные системы организма работают плохо. Все это важно и полезно. Кстати, обязательно посмотрите эту мою лекцию про работу и очищение лимфатической системы. Но как быть тем, для кого бег невозможен, по крайней мере в настоящее время, это люди с большой массой тела, с больными суставами, имеющие много различных ограничений в движениях в связи с их разнообразными и многочисленными иными заболеваниями. Есть такие люди? Да, их очень много. И они тоже хотят жить. Вы, те, кто дает советы вселенского масштаба для всех о том, как легко решить проблему с низким содержанием СО2 в крови бегом, мол, все просто, бегайте, мол, и все тут будет хорошо и прекрасно. И зачем столько лишней информации я даю? Задумайтесь над тем, что не все такие активные и умные, как вы. Есть и другие люди. Потому не пишите безапелляционно подобные умности и умничения. Хорошо? Так что же делать малоподвижным и сильно больным людям? Есть разнообразные дыхательные гимнастики и приемы, которые также помогают увеличить содержание в крови углекислого газа до нормы, или близким к норме показателям. Это метод Стрельниковой, Бутейко, различные дыхательные практики в йоге. Но все эти методы, хотя и рабочие, но все же требуют немалых и очень долгих волевых усилий над собой, что для подавляющего большинства людей на практике оказывается невозможным. Тому свидетельствует почти 50-летний мировой опыт применения того же метода поверхностного дыхания Бутейко, который был одобрен еще Минздравом СССР. На овладение поверхностным дыханием Бутейко требовалось 2-3 года жизни, чтобы закрепить метод, то есть дышать бессознательно. Вот требовался гигантский, огромный контроль над собой. Я сам проходил, осваивал на практике его метод в 80-х годах и знаю, насколько это трудно, и что 95, если не более процентов людей, слетало с метода довольно быстро. К тому же есть еще большой минус этого метода, который выяснился позднее. Это ухудшение работы лимфатической системы из-за слабого сокращения мышц диафрагмы, ну, в результате поверхностного дыхания, что естественно. А как же быть? Что делать? Есть ли более простой способ? Не поленитесь узнать воспользоваться простым методом, не требующим силы воли и единственно приемлемой для больных людей, для людей с ограниченными физическими возможностями. Сейчас кратко поясню, а подробнее смотрите в моей лекции по гипертонии 2-я часть. Эту проблему недостатка углекислого газа можно решить и простым способом, не требующим волевых усилий и быстрее, чем выше приведенные методы гимнастик. Это прибор самоздрав. Он просто надежен, он стоит копейки. Он позволит за 4-10 месяцев его использования снизить минимальный объем дыхания до 3-5 литров в минуту. И за это время концентрация углекислого газа в крови будет постепенно увеличиваться. И в результате дойдет до нормы 6-6,5%. Сосуды при этом будут в прекрасном тонусе, как в 20-25 лет. И артериальное давление будет в вашей природной норме. И никакие артериальные гипертензии будут не страшны. А главное, инсульты и инфаркты станут практически невозможными. По крайней мере в 95% случаев от статистики нынешних инсультов и инфарктов. А все почему? Потому что нормализация кровотока через расширившиеся микрососуды приводит к снятию гипоксии, то есть кислородного голодания клеток мозга и сердца, и всех других органов и тканей организма. В результате клетки начинают работать в полную силу, и укрепляется иммунитет всего организма. Клетки начинают делиться с меньшим числом ошибок. И тем самым снижается еще и возможность аномального деления клеток, приводящего к онкологии. Как было бы некоторым неприятно. А такие всегда есть, кому поперек горла любая реклама, кто сразу делает алогичный вывод, что вся информация, данная по теме ранее, неправда. На том лишь основании, что теперь идет реклама. Так вот вам реклама. И подумайте о том, что не все, что рекламируется, это плохо. Не все, что рекламируется, неправда. А мою информацию можно просто и легко проверить. Ссылки будут под видео. А для разумных людей, которые закономерно зададут вопрос, а где же приобрести этот самый самоздрав, да еще чтобы подделку не купить, я непременно отвечу сразу, чтобы потом не отвечать на сотни одних и тех же писем с этими вопросами. Мы работаем именно с разработчиками и производителем этих приборов, и потому вы можете приобрести его именно у нас через наш сайт. Даю список рекомендованной литературы на тему газообмена и доказательства сказанного мной. Могу порекомендовать прочесть труд М.Е. Маршака. Физиологическое значение углей и кислоты. Второе, это труды академика Российской академии медицинских наук Агаджаняна по влиянию гиперкапнических смесей на организм человека, находящих применение в практической космонавтике. Третье, видео с профессором-доктором медицинских наук Северенным. По ссылочке вот под видео вы его сможете посмотреть. Питание и не только. Но поймите, дорогие друзья, что нормализация сосудистого тонуса увеличением содержания в крови концентрации углекислого газа до 6-6,5%, хотя и крайне важная мера, но не единственные условия здоровья. Это не единственный фактор нормализации работы сердечно-сосудистой системы и предотвращения инфарктов и ишемической болезни сердца. Без труда не выловишь и рыбку из пруда, гласит народная мудрость. И это факт. Трудиться надо, двигаться, иметь в жизни важную светлую цель, идти к ней, самосовершенствоваться, развивать ум, мышление, добиваться поставленных задач. Не думайте, что все проблемы со здоровьем и сердцем можно решить только изменением дыхания или бегом, или еще чем-то одним. Если вы хотите серьезных позитивных изменений, изменений быстрых и даже до полного выздоровления, восстановления, то нужно учесть все вредные факторы, влияющие на организм, и убрать их с своей жизни. Все эти девять групп факторов, которые влияют на наше здоровье, приведены у меня в моей лекции «Девять причин болезней». Обязательно ее посмотрите. Помимо этого, нужно изменить питание, скорректировать образ жизни и непосредственно воздействовать на болезни натуральными, природными препаратами, известными с древности и не приносящими обратную сторону медали вот этой фарминдустрии, индустрии фармлечения, то есть не имеющими отрицательных побочных эффектов. А это травы и грибные препараты. Ничего сложного тут нет. Только два фактора мешают людям быть здоровым. Это отсутствие знаний и лень. Так что же делать? Во-первых, это изменение питания. Уберите из питания вредные для здоровья, неестественные для человека, как для вида, животные так называемые, в кавычки беру это слово, продукты. Но питайтесь так, чтобы при этом не было дефицита в аминокислотах, в том числе в незаменимых, а заодно, чтобы в этом питании было достаточное количество всех иных жизненно важных элементов питания, какие только могут понадобиться организму. Это и жирные кислоты всевозможные, это витамины, и минералы. Чтобы не сдавать анализы на всё подряд, не подбирать сложные комбинации по питанию, а из натурального питания получить всё, что только может быть необходимо организму, включая, естественно, такие минералы, как магний и калий, которые очень важны для сердца, но не из таблеток, поскольку там всегда неорганическая форма минералов, помимо химии, то можно воспользоваться моей рекомендацией. Проблема только в том, что современные почвы, даже на органических плантациях и в любых деревнях уже давно бедны некоторыми важнейшими и редкими минералами, особенно определенными микроэлементами, такими как селен, литий. Это связано с неразумно интенсивной эксплуатацией почвы в последние 100 лет в народном хозяйстве. Подробно об этом я рассказываю в своих лекциях по органическому земледелию и экологии, например, в этой. Решить проблему недостатка этих важных микроэлементов простым путем в современном мире, возможно, только потребляя специальные суперпродукты, в которых они есть в полном составе и в сохраненном виде. Эти продукты должны быть только натуральными и не прошедшими термообработку. Я подобрал идеальную комбинацию таких продуктов. Дозы потребления я указываю для взрослых людей. Детям нужно делить норму потребления в то количество раз, в какое их масса тела меньше массы взрослого человека равной примерно 60 килограммов. Первое. Это фокус натив в гелеобразной форме. Сухие водоросли не дадут вам почти ничего. Смотрите эти два видео по фокусу и поймете все сами. Потреблять его надо по 5-6 столовых ложек со средним верхом до завтрака за час-два и на ночь по 2 столовые ложки. На один текущий месяц лечения и профилактики должно уходить не менее 5 банок. Идеальный курс от 2-3 месяцев подряд. Профилактика 3 раза в год по 1,5-2 месяца. Второе. Дикая спирулина. Именно дикая. Она может быть в порошке или таблетках. Если в порошке выберите, то начинать надо с 1 чайной ложки 2 раза в день во время еды и увеличив со временем в течение недели применение до 3-4 ложек в день чайных. В зависимости от вашего веса и потребности. Если в таблетках будете принимать, то начать от 7-8 штук до 15-20 также 2 раза в день. Помните, там 68% белка. Все незаменимые, заменимые аминокислоты есть. Почти вся группа витамина В, включая, кстати, противоопухолевый витамин В17, Лайтрилл. На один месяц вам потребуется примерно около 1 килограмма. Третье. Сок проростков пшеницы. Нужно или выращивать проростки самому до 10-12 сантиметров длины, или покупать готовые коврики из вот этих самых проростков и отстригая выжимать сок на двухшнековой ручной соковыжималке, или покупать замороженный сок. Но тут есть проблема перевозки хранения. Или можно приобретать у нас в виде вакуумных таблеток без потери полезных свойств только отжатого сока и потреблять по 4 таблетки 1-2 раза в день за 10-60 минут до еды в этот промежуток, запивая водой. Если будете потреблять 2 раза в день, что лучше, конечно же, для больных людей тем более, то вам потребуется 4 баночки на 1 текущий месяц лечения и профилактики. Если всего лишь 1 раз в день 4 таблетки, то 2 баночки на месяц будет достаточно. Комбинируя эти 3 уникальных продукта, вы получите все, что только существует на нашей планете из элементов питания, ну разве что кроме витамина В12, того самого. О витамине В12, о его важности для сердечно-сосудистой системы и для всего организма, и как его получить, в каком виде потреблять, смотрите обязательно мое видео В12 на моем канале, а ссылку для удобства я дам вам под этим видео. Впрочем, как и ссылки на все иные видео, о которых я говорил тут в этом видео. Во-вторых, необходима корректировка всего образа жизни. Ночью надо спать. Глубокая фаза сна должна быть с 23.00 до 3 утра и в полной кромешной тьме. Оградить нужно себя по максимуму от воздействия электромагнитных излучений. Использовать персональную защиту от разрушительного резонансного воздействия электромагнитных излучений на ДНК, на клетку – это нейтроники. Информация подробная под этим видео будет дана. Так что нужно учесть все эти факторы, что я говорю в лекции «9 причин болезни». В-третьих, стоит пройти курс терапии, используя древние знания природы, выраженные в наши дни науками фито- и фунготерапии. Грибные препараты для профилактики от и после перенесенных инфарктов. Для лечения шимической болезни сердца, для предотвращения и после перенесенных инфарктов, для реабилитации больных, я советую принимать курс следующих грибных препаратов хотя бы 3 месяца подряд, без перерывов. Во-первых, кардицепс препарат, гриб. За 30 минут до еды, 3 раза в день по 2 капсулы, то есть 3 баночки вам потребуются на 1 текущий месяц для лечения, соответственно, и для профилактики. Запивать стаканом воды. Второй препарат, веселка, водорастворимая форма, по одному саше пакету водорастворимой кристаллической формы препарата, 2 раза в день за 20 минут до еды, запивая стаканом воды. Пакетик открывается, засыпается порошок в рот, наполняется полобъема рта водой стакана, лучше водородной водой. Размешиваете языком, растворяя порошок и проглатываете, запивая оставшимся объемом воды стакана. На 1 месяц текущего лечения вам потребуются 2 коробочки водорастворимой формы гриб-веселка. Третий препарат, рейши, по 2 капсулы 3 раза в день за 10 минут до еды потреблять, запивая стаканом воды. На 1 месяц потребуются 3 баночки, ну а арифметически на 2-3 месяца вы легко умножите, посчитаете. Внимание, дорогие друзья, перерывы в приеме грибных препаратов делать нельзя, чтобы не потерять лечебный накопительный эффект. У них идет накопительный эффект. Рекомендую также потреблять дикий мед по 1-2 чайные ложки в день. Купить вещество, препарат пикногенол называется, и потреблять 2-3 месяца по инструкции. Это вещество, которое делает сосуды более эластичными. Приобрести его можно там же, где и B12. Где именно, я даю совет под видео о B12. Нажмете, там еще ссылочки откроются и увидите, где купить B12. На том же сайте вы сможете купить и препарат пикногенол. Теперь, очень рекомендую приобрести вам мой инфопродукт номер 17. Это методики лечения болезни органов и тканей кровеносной системы. Посмотрите описание. Там даны все необходимые методики лечения, как раз помимо грибной терапии, о которой я только что вам подробно разъяснял. Отдельно пару слов скажу о воде. Я крайне рекомендую вам посмотреть мои лекции по воздействию физико-химических свойств воды на клетку, на организм человека. И имейте в виду вот что. Если ионов водорода в воде больше, чем в той, которую вы пьете, не имея генератора водорода, то при большем количестве ионов водорода в воде легче усваивается кислород в тканях, в клетках всего организма. Прочтите книгу доктора Гарбузова «Ионы водорода лечат рак». Не просто так я говорю о водородной воде уже несколько лет. И все мои лекции о водородной воде и о приборах по воде посмотрите обязательно. В завершении надо подвести итог. Что еще необходимо учесть? Что же необходимо учесть в идеале, чтобы предотвратить инфаркты и не допустить новые? Чтобы укрепить сердечно-сосудистую систему, очистить кровеносные коронарные сосуды, сделать их более эластичными, наладить все обменные процессы, убрать гипертонус сосудов, нормализовать давление, устранить атеросклероз. Так вот для всего этого нужно учесть вот эти 10 факторов, о которых я сейчас расскажу в виде подведения итога. Итак, первое. Нужно нормализовать уровень углекислого газа, то есть СО2 в крови, занимаясь на аппарате самоздрав или используя дыхательные системы гимнастики, упомянутые мной выше, или совмещая их. Второе. Устранить из жизни стрессы, переживания, наладить работу нервной системы, а это и рекомендации академика Ланга, что я приводил в лекции гипертонии, вторая часть. Это и ароматерапия, аутотренинг, и иные меры, подходящие индивидуально, именно вам, по вашему характеру и воле. Третье. Нормализовать питание. Но эта тема настолько объемная, что требует досконального пояснения, поэтому смотрите мои видео, что я даю по ссылкам под этим роликом. Питание в идеале должно быть здоровое, видовое, адекватное, человеческое питание. Смотрите обязательно лекцию 9 причин болезней. Четвертое. Нужно убрать из жизни объективно вредные факторы воздействия на организм. Это видео как раз тоже 9 причин болезни. Каждый фактор важен, обязательно смотреть, особенно больным. Пятое. Артериальная гипертензия. Комплексно подойти и решить эту проблему. Я говорил подробно, как именно в лекции гипертонии вторая часть, хотя и первую часть по гипертонии обязательно тоже посмотрите. Шестой пункт. Бег. Активный физический труд. Лучше жизнь на земле, конечно, на свежем воздухе. Любимое дело как труд. И труд непременно созидательный. Седьмое. Обязательное потребление витамина В12. Смотрите мое видео о витамине В12. Крайне важно знать о его влиянии на сердечно-сосудистую систему, на сосуды и на нейроны головного мозга. Восьмое. Посмотреть мою большую полную лекцию про кровеносную систему. Учесть эти советы, которые я там даю. Девятое. Алкоголь вызывает тромбозы и разрушает сердечно-сосудистую систему, как и нервную систему. Никогда не потреблять эти яды. Десятое. Курение и иные яды. Ну тут все понятно любому. И так, я надеюсь. Но должен был акцентировать на этом внимание. Ну а также напомню про мой инфопродукт номер 17, в котором вы найдете методики лечения всех болезней органов кровеносной системы. Ну а теперь, как говорят по скриптуму. Это крайне важно знать, а частично повторить для тех людей, у кого плохая память, или тех, кто туго соображает. И это не обида, не оскорбление. Поймите, это правильно. Таких людей сейчас действительно много по многим причинам. И по причине просмотра сериалов за 30 последних лет и по другим. Да и сейчас таких людей ведь действительно много еще и потому, что круглосуточно ведется облучение горожан, особенно, сотовой Wi-Fi связи. Обязательно посмотрите все мои лекции по воздействию Wi-Fi и сотовой связи на организм человека. И что можно сделать, как обезопасить себя и свои семьи от этой беды, которая многими еще не понимается, а кем-то и даже глумливо осмеивается для собственного лицемерного и дешевого успокоения. Поймите, современные кардиологи, как правило, одурманены заказными псевдонаучными исследованиями или и проплачены форм промышленностью, введены в заблуждение самой кардиологической наукой, которая пошла не по тому пути, она зашла в тупик в понимании причинно-следственных связей между болезнями и в определении причин и первопричин болезни сердечно-сосудистой системы. Дело в том, что современные кардиологи, в отличие от старой школы, игнорируют главенствующую роль головного мозга как основного контролера и регулятора работы сердца и всей сердечно-сосудистой системы и занимаются сердечно-сосудистой системой как отдельным механическим организмом. И такой подход это тупик. Они предали своего учителя, академика Ланга и других выдающихся ученых прошлого. Или может все не так плохо? Как тогда объяснить тот факт, что кардиологи убивают головной мозг пациента гипертоникой путем его постоянного обескровливания назначением гипотензивных препаратов для снижения артериального давления, а не седативных препаратов, как это делали ученые и доктора прошлого? Любое давление в данный момент времени это логический, необходимый результат работы головного мозга. Он не просто так поднимает давление, значит это необходимо. Да, необходимо, а зачем? Так задача головного мозга в контексте данной, конечно же, проблемы это обеспечение нормальной работы кровеносной системы по снабжению всех органов и тканей организма кровью, значит и кислородом. Изменением артериального давления мозг просто регулирует скорость и объем кровотока в этих органах, где наблюдается недостаток кислорода в разных ситуациях. От полного покоя до интенсивного бега, от спокойного состояния до сильного стресса. Острый дефицит кислорода приводит к массовой гибели клеток в любой ткани, любом органе, то есть к инфарктам. И не только сердце, то есть к ишемическому, но и инфаркту головного мозга. Тогда это называется ишемическим инсультом. Инфаркту почек и других органов. Так зачем мозг поднимает давление? А чтобы при пережатых, зауженных сосудах, артериях и артериолах объем крови за единицу времени проходил в том же нужном объеме, как и при идеальном просвете еще не спазмированного сосуда, понимаете? Повышенное артериальное давление – это единственный способ увеличить кровоток до необходимого для обеспечения мозга и других органов нужным количеством кислорода, в том числе миокарда. Повышая артериальное давление, мозг защищает себя от ишемического инсульта, а сердце – от ишемического инфаркта. Повышенное давление говорит о перевозбужденной нервной системе. Снижение давления гипотензивными, которые врачи прописывают препаратами, только усугубляет проблему ишемии, так как при приеме подобных препаратов не все сосуды организма расширяются, и главные потребители кислорода мозг и сердце как испытывали ишемию, так и продолжают ее испытывать. Не лучшая картина и на периферии организма, в конечностях. А вы думали, почему руки и ноги у многих часто беспричинно холодеют? Да потому что микрососуды находятся в спазмированном состоянии, о чем я говорил выше вам. Да еще и при густой крови, когда налицо дефицит потребления воды. Так принимая пожизненно вот эти гипотензивные препараты, вы устраняете причину, а тем более первую причину повышения артериального давления выше, как бы условно норм? Нет, конечно. Снижение давления вообще без крайней нужды это грубое вмешательство в работу головного мозга, и это приводит к ухудшению мозгового кровоснабжения и кровообращения в сердечной мышце. Академик Ланг писал, что нужно успокаивать нервную систему, и тогда давление, перевозбужденное головной мозг, сам снизит, и это работает. Подробно методику снижения артериального давления без вреда для здоровья я даю четко и понятно, поясняю эти взаимосвязи вот этого артериального давления со всеми системами организма, как это работает, как это сделать просто и спокойно в своей лекции «Гипертония. Часть вторая». Кстати, забыл сказать, что чем выше к норме содержание углекислого газа в крови, тем, как это может быть и не покажется кому-то странным, происходит лучшее усвоение клетками всего организма кислорода, содержащегося в той же крови, как при наличии дополнительных ионоводорода, о чем я говорил выше. Вот так-то. А хотите, чтобы я снял отдельное видео по дикоросам? То есть, какие есть, как их заготавливать, сохранять на зиму? Если хотите, напишите под этим видео свой комментарий. Дорогие товарищи, я решил открыть раздел на моем YouTube-канале, раздел просмотров некоторых видео на платной основе. Это в YouTube называется «Для спонсоров». Туда мы перенесем опубликованные видео, которые были удалены по тем или иным причинам, мои старые видео, длинные видео, в которых я подробно поясняю те или другие проблемы с организмом. Кому лень или не нужно, они и так не будут смотреть длинные мои видео, а кому нужно, будут небольшую сумму за просмотр платить. А я смогу взять еще одного помощника на монтаж видео, чтобы их выходило у меня на канале больше. Вот такая взаимосвязь. В этом разделе будут публиковаться новые видео особого типа. Ну и, конечно, поддержите мой канал и мой немалый труд. Поставьте лайк за это видео, подписывайтесь на мой канал, кто этого еще не сделал. Ну и делитесь, конечно, ссылками на мое это видео и другие мои видео со своими друзьями и близкими в соцсетях обязательно. Оставляйте свои комментарии, ведь именно они продвигают видео. Не ленитесь этого сделать. Хотя бы пару слов напишите под этим видео. Ведь эта информация и мой труд, это по сути ведь общее наше дело, если мы не безразличны к своим окружающим, близким, друзьям, коллегам и хотим, чтобы и мы сами, и они были здоровыми людьми. А мои видео как раз объясняют то, как устроен наш организм, как он функционирует, откуда появляются болезни, как они протекают и что нужно сделать, чтобы эти болезни убрать. Предпосылки, то есть причины и первопричины этих болезней. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.